Много раз убеждалась, что шедевральные фото получаются случайно. Успешные фотографы – это те люди, которые оказывались когда-либо с камерой в нужном месте в нужное время. Повезло однажды и Клоду Деттлоффу, который является автором фото «Подожди меня, папа». Этот снимок в свое время был опубликован в лайв, растиражирован миллионом копий. Что это за фотография? Сюжет. На изображении мы видим колонну солдата, дочь куда-то. К одному из военных бежит светленький мальчик, военнослужащий протягивает руку к ребенку, сзади за мальчиком идет женщина, его мама. Конечно, просто смотря на фото, можно только предполагать, что Деттлофф запечатлел семью, но это действительно правда. История создания фотографии хорошо известна. Действующие лица. В главной роли – Уоррен Бернард по прозвищу Уайти. Понятно, почему так прозвали мальчика. Из-за цвета его волос. Вторая главная роль у его отца – Джека Бернарда. Это он идет в строю и протягивает руку своему сыну. Роль второго плана сыграла Бернис Бернард, мама мальчика. И в массовке у нас полк Британской Колумбии, который осенью 1940 года перемещался по улицам Нью-Вестминстера, что в Канаде. Как известно, в 1939 году Гитлер начал активные действия по захвату мира. Первой досталась Польше. Канадцы на все это отреагировали жестко и объявили войну Рейху. Полку Британской Колумбии было приказано выйти на улицы Нью-Вестминстера, выставить караулы у стратегически важных объектов. Затем последовала команда отправиться маршем в некое секретное место. Сейчас известно, что речь шла о месте под названием Нанайма. До него из Нью-Вестминстера можно было добраться за три часа на машине. Если ряд канадских подразделений почти сразу отправился в Европу, в Британию, то полк Британской Колумбии очень долго тренировался и обучался дома. Только спустя несколько лет солдаты были переброшены во Францию и в Голландию. Что было дальше? Фото требует трагического продолжения. Можно было бы написать, мальчик прощается с отцом, которого больше не увидеть никогда. Увы, война разрушила миллионы семей, погубила невероятное количество людей. Но история закончилась довольно неплохо. Впрочем, кое-какой трагизм в ней есть. Джек Бернард, повоевав с нацистами, успешно вернулся домой. Детлов сделал еще один отличный снимок – воссоединение семьи. К сожалению, хотя я и не берусь утверждать, что именно к сожалению, родители Уоррена позже развелись. Сам мальчик вырос, женился, занимался политикой на местном уровне, вышел на пенсию. Супруга Уайти как-то говорила, что заочно знала мужа задолго до знакомства, ведь его фотографии были развешаны по всему городу. Удивительно трогательное фото, конечно. Не всем отцам удалось вернуться с той войны, получить возможность вновь обнять своих детей. И этот мальчик, Уайти, какой же он все-таки искренний в своем порыве. Понятно, что по-другому и быть не могло. Умиляет и трогает детская непосредственность. Оно и правильно – нужно ценить своих близких, дорожить любовью. Жизнь, к сожалению, такая штука, что вчера ты играл со своим папой в какие-то игрушки, а сегодня он уже идет в колонне солдат. А тебе, чтобы быть с ним рядом, нужно бежать изо всех сил. А завтра, может быть, вообще не будет возможности побыть рядом с любимым человеком. Цените жизнь и своих близких. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Загадки Истории Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...